Программа предназначена к просмотру для лиц старше 18 лет. Я уборщик, и моя жизнь может показаться вам скучной. Но это не так. Эй, есть кто? Я на тебя закладываю, накатаю, ты понял? И чё? Что ты вообще... Война. Война никогда не меняется. Когда человеческая сущность переступает порог гуманности... Хреново я всё-таки полы мою. Конфликт выходит за рамки. И ничего другого не остаётся. Кроме как готовиться к войне. А к войне лучше быть готовым. Особенно в наши дни, когда всякие серьёзные дядьки меряются шишками и грозят со своими большими красными ядерными кнопками. И кто знает, может быть в будущем нас ждёт что-нибудь интересненькое. Например, как Fallout. Настоящий постапоклиптический рай. Итак, серия Fallout. Легенда, зародившаяся в далёких девяностых, которая на многих, как и на меня, оказала крайне сильное влияние. Fallout заставил всех фанбоев с трепетом ждать, когда уже на планете наступит ядерный пи***ц, откроющих для людей все блага нецивилизованного мира. С лазерно-плазменно-ядерным оружием, радиоактивными ходячими мертвецами, бункерами, забитыми всяким полезным дерьмом до крыш, включая чемоданчики, способные за секунду отстроить целый город. Разумеется, в результате подобного катаклизма ситуация будет не такой радужной, но мечтать не вредно. Серия, хоть и менялась на протяжении долгих лет, но неизменно сохраняла крутую атмосферу ядерного ретро-будущего. Оригинальная ролевая система, крутой сюжет, многогранные персонажи, юмор, нелинейность и, разумеется, дичайший угар и насилие. Все эти факторы способны сделать из любого неотесанного плебея настоящего РПГ-эстета с поразительным, изысканным чувством вкуса. Грядет война. Война света и тьмы. Война чистоты разума и невежества. Война швабры и грязи. Уборщик понимал, что пути назад уже нет. Следующая ночь станет роковой для всех. Да, война — это, конечно, не круто. Но, когда дело происходит в альтернативной реальности, где США угорели по 50-м, а китайцы строят из себя суперпартизан, ситуация складывается намного интереснее. В центре внимания вселенной Fallout, само собой, великие и ужасные Соединенные Штаты Америки. Америки. В середине 20-го века США объединяют Штаты в Содружество, дабы сократить политические и социальные трения. А потом начинают еще более активно и по панку нести всем мир и демократию. Больше всего досталось соседям штатов, Мексике, которая схлопнулась под натиском санкций, и Канаде, которую американцы оккупируют, а в итоге окончательно аннексируют, потому что демократия. Но обо всем по порядку. Причиной всему стали пресловутые ресурсы, а точнее нефть, которая на рубеже столетий начинает иссякать. В то же время на горизонте появляется новый враг Америки — Китай. Чуваки бросают штамповать дешевые кроссовки AdMills, берутся за оружие и готовятся дать масштабный отпор североамериканским стрелкам. Блин, как же мои заказы на Алиэкспресс. В середине 21-го века цены на нефть начинают расти быстрее, чем пузо моего отца, и обстановка в мире становится еще менее стабильной. В конце концов, после многочисленных столкновений на территории Европы и Ближнего Востока, последним оплотом нефтяных ресурсов становится Аляска. И слава богу, что мы ее нахуй продали. Борясь за место под солнцем, китайцы решают вторгнуться на многострадальный огрызок США. Потому что, видимо, вторжение на территорию Штатов — это охренеть как просто. И, что удивительно, у них получается. В 2066 году начинается война за ресурсы между США и Китаем. Война, в ходе которой величайшие умы мира были нацелены на разработку самых крутых, изощренных и фантастических средств по истреблению представителей человеческой расы. Ковбои, просрав Аляску со всеми полимерами, пытаются активно вернуть свои драгоценные залежи черного золота. Китай успешно обороняется. Именно из-за этих перепалок канадцы хапнули горе и были аннексированы американцами, дабы тем было проще воевать. Но успех штатам принес гениальный план, в ходе которого они вторгаются непосредственно на территорию Китая. И в силовой броне приносят им демократию и разрушение. Да так, что красная машина в итоге сворачивает свои силы на Аляске и возвращается домой. И вот 2077 год. Война за ресурсы окончена. США празднуют свою победу. Но праздновали они недолго. 23 октября 2077 года началась Великая война. И продлилась... Эм... Два часа? Серьезные дяди по всему миру разом нажали на красные кнопки, обменялись ядерными бомбами и уничтожили всю поверхность Земли. Всю... Выжженная почва, зараженная вода, среда, в которой вымерли почти все организмы. Молодцы, пи***цы, короче. Но не все оказалось настолько плохо. Уцелевшие, разумеется, остались. Часть на опустошенной поверхности, но некоторым повезло укрыться в бункерах-убежищах, раскиданных и закопанных по всей территории США. Проходят десятки и сотни лет, и на руинах Старого Мира выстраивается новое общество. Со своей историей, регионами, устоями, ценностями, угрозами, группировками и лидерами. Убежище Это вообще отдельная тема со своей интереснейшей историей. В некоторых из них сформировались адекватные сообщества, а в некоторых начала происходить самая невообразимая срань. Мутные делишки всякие. За созданием убежищ стоит целый ряд причин, немного отличающихся от конечного назначения. Еще в предвоенное время среди государственных деятелей затесались ребята, убежденные, что они лучше других. Никого не напоминает? Представители этой властной и влиятельной верхушки были уверены, что лютейший пи***ц в итоге рано или поздно случится и выживет далеко не каждый. Вот они и построили планы по своему спасению. И чуть позже обозвали себя Анклав. Компания Волтек под финансированием властей США наштамповала 122 бункера по всей территории штатов. Скрытый замысел Анклава изначально заключался в том, чтобы использовать убежище для психологических, биологических и социальных экспериментов над ничего не подозревающими людьми, которые в итоге нашли там пристанище. Но подоспели они как раз к массовому ядерному катаклизму. Что любопытно, в определенных бункерах проводились абсолютно различные эксперименты. Например, людям убежище 11 сообщили, что им придется пожертвовать одним из своих, иначе избавиться ото всех. Вот они и выбрали в качестве жертвы своего надсмотрщика. Поэтому каждый год именно надсмотрщик, исполняя свой долг, оказывался под угрозой расправы. Но однажды людям это надоело, и они отказались убивать. После чего голос по интеркуму сообщил им, что они молодцы и никого не убили, лол. Все это было лишь проверкой на человечность, которую они с треском провалили. Вот еще парочка самых безумных экспериментов. Убежище 43. Население 20 мужчин, 10 женщин и 1 пантера. 11 кисок, ну вы понимаете. Убежище 68. На тысячу обитателей приходилось 999 мужчин и лишь одна женщина. Самая ядерная сосисочная вечеринка в истории. Убежище 69. Хе-хе, 69. На тысячу обитателей приходилось 999 женщин и лишь один мужчина. Рай для пубертатного подростка. Более умудренный мужик сразу бы застрелился. Убежище 77. Заселен всего один человек и единственное его развлечение – ящик с перчаточными куклами. Лишившийся рассудка обитатель по наущению одной из кукол, как он верил, убил другую и в панике покинул убежище вместе с куклой-искусителем. Мой обычный вечер субботы. Ну а где-то все было… нормально. Убежище содержали достаточное количество припасов и оборудования, чтобы позволить жителям пребывать там на протяжении многих лет, а потом выйти на поверхность и построить новое общество. Сливки Анклава тем временем собирают силы и начинают строить козни уже в новом мире. И вот спустя 10 лет открываются первые убежища. Люди выходят на поверхность, начинают строить первые деревушки, поселения и города. Мир сверху изменился. Все, что не вымерло, мутировало. А все, что не мутировало, вымерло. Тлен короче. Возрождающееся общество выстраивается вокруг основных регионов. На западе это Новая Калифорния и пустошь Мохаве, на востоке столичная пустошь и Содружество, бывший штат Массачусетс. Оригинальная диалогия происходит на территории западного побережья, как и Нью-Вегас. Третья и четвертая части игры перетекли на восток, Вашингтон и Бостон. И каждая глава серии – это своя атмосфера, изюминка, новые уникальные персонажи, гора возможностей и многое другое. Fallout – это действительно целая вселенная, со своей незабываемой историей. Братство стали, Цезарь, НКР, Гек, Супермутанты, Анклав, Пип-бой, Гули, Ароё, Батя, Сын, Убежище-13, Толстяк, Броня Тесла. Но об этом в следующий раз. Короче, одного раза для фалача это у нас, конечно же, мало. Поэтому я предлагаю собраться еще раз и обсудить непосредственно события серии игр. В общем, пробудем самые прекрасные ностальгические чувства крутейшей серии всех времен. Играйте, читайте, смотрите. До скорого. Субтитры подогнал «Симон»